Зеленые насаждения пока находятся в состоянии покоя. Чтобы они начали просыпаться, температура воздуха должна быть более высокой. Но вот специалистам коммунальных служб точно не до сна. Работа кипит, да и погода на руку. Из-за аномально теплой зимы сажать деревья начали задолго до наступления весны. Сегодня, например, ведется активная посадка на Махновича, Мытной, Поплавского, Солнечной. В день работники коммунальника высаживают 300-350 новых деревьев. Выполняем указы президента по нормам озелененности населенных пунктов. То есть и микрорайоны, и улицы, и скверы. Все уплотняем, скажем так, посадку. В этом направлении работаем. Что касается видового породного состава, в основном это лиственные деревья, лиственные быстро растущие, лиственные медленно растущие. Ну, если так, для примера, это клен, береза, липа, ясень. Большая работа в части озеленения была проведена в прошлом году. Всего было высажено свыше 6 тысяч деревьев, порядка 31 тысячи кустарников и около 17 тысяч сенцев сосны. План по лесовосстановлению городских территорий был выполнен. Перспективы на 2020-й не менее серьезные деревья планируется высадить в два раза больше. Акцент на лиственные. Это те насаждения, которые очищают воздух, препятствуют распространению выхлопных газов, да и в целом любят наш климат. Кстати, прошлый год показал, в деле озеленения все чаще объединяются неравнодушные жители. У меня, допустим, как у руководителя специализированного предприятия, очень много звонков, вот в связи с наступлением действительно вот такого теплого периода весеннего, много звонков, люди сами высказывают желание, давайте мы поучаствуем в какой-нибудь экологической акции и высадим. То есть люди, у нас поменялся менталитет у населения города, то есть люди сами хотят сделать свой город краше. То есть мы хотим, чтобы наш город был зеленый, как раньше. Понятно, что там есть у нас специализированные кадры, которые умеют это качественно делать, но мы любой помощи рады и приглашаем всех, вот будем сейчас вот средства массовой информации, когда будет массовая у нас посадка, будем всех приглашать, поэтому участвуйте, пожалуйста, приходите. Каждому дадим и дерево, и кол, и лопату для того, чтобы поучаствовать и посадить свое дерево. Кстати, скоро Брест примерит и цветочный наряд. В теплицах брестского коммунальника строгий климат-контроль. За стройными рядами из Питони, Бегони, Сурфини, Тагетиса, Пеларгонии заботливо ухаживают работники предприятия. Сегодня здесь занимаются выращиванием однолетней рассады для цветочного оформления Бреста. Порядка 600 тысяч цветов украсят городские клумбы, и их посадка начнется в конце апреля. Несмотря на аномально теплую зиму, все равно есть определенный период для посадки и высадки однолетней рассады в городе. Когда состоится, ночная температура не будет колебаться уже ниже плюс 5 градусов, а дневная будет составлять где-то градусов 15-18, мы можем начинать подготовку клумб и высадку однолетней рассады. Это предварительно, судя по прошлым годам, это было после 20-25 апреля. В преддверии 75-летия Победы, естественно, наши растения уже должны будут готовы приблизительно к 1 мая, чтобы встретить гостей города с красивыми цветущими клумбами. Подытожим. Экологическая ситуация в Бресте сегодня очень благоприятная. Площади зеленого фонда увеличиваются, а где-то обновляются. Вместо каждого вырубленного дерева в рамках озеленения в Бресте сажают несколько новых. Город растет, деревья уже тоже не молодые, и им приходит срок годности этих деревьев, они начинают гнить, усыхать, дупла появляются, из-за этого удаляются эти аварийные деревья. Ну, чтобы не случилось аварийных ситуаций в городе, поэтому в кратчайшие сроки удаляем аварийные деревья по городу. Да, стараемся высаживать, вот сейчас весенний период, будем высаживать новые деревья. На места аварийных деревьев мы садим новые, чтобы не пустой город стал более зеленым. Плюс еще мы начали высаживать приусадебную застройку улицы, приусадебные застройки центральные. Ну и плюс еще высаживаем автомагистрали нашего города, которые идут с других городов. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктовая.